МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Прошу прощения, мне передают, что у нас есть срочные новости. Сегодня в нашем небольшом городе сразу три больших юбиляра. О каждом расскажем подробно. Ровесница города 55-летний юбилей отмечает видновская дирекция киносети. Было 90 киноточек в районе. 90. 35 лет назад в самом сердце Видного открылся кинотеатр «Искра». Первый киносеанс состоялся 10 апреля. Телеканал «Видное ТВ». 25 лет наши журналисты освещают самые важные и интересные события. Все было очень вновь и очень так странно, непонятно. Видновская дирекция киносети отмечает 55-летний юбилей. Кино в нашем муниципалитете любили всегда, и развитию системы кинопоказов уделялось большое внимание. О том, как все начиналось, в репортаже нашего корреспондента Натальи Буслаевой. Видновская дирекция киносети – ровесница города. В этом году ей исполняется 55. В далеком 1965-м, когда создавалась структура, она носила название «Видновская объединенная дирекция районной и городской киносети». Было 90 киноточек в районе. 90. А тогда в год в среднем, от дитё с одного года до самой глубокой старости, 17 раз в год ходили в кино. Сколько было в районе в те годы киноустановок, сейчас подсчитать сложно. Но известно, что на 1 января 1970 года в Видновской объединенной дирекции районной и городской киносети работало 5 киномехаников, обслуживающих порядка 60 населённых пунктов Ленинского района. В парке в Расторгойском была самая лучшая киноточка. В неё приезжали со всей Москвы, с Домодеда, Буту, отовсюду. Потому что там был директор киномеханика один такой. Он доставал всегда фильмы, первым экраном шли. Что в Москве начинается, то и у него. Поэтому это была такая знаменитая точка. Профессия киномеханика в те годы была не просто почётна. Это были герои. Это были действительно герои люди. Вот они, понимаете, взять нужно было... Дирекция киносети была, видите, как раз вот рядом в этом доме. Нужно было на плечи одеть рюкзак, погрузить туда две бобины кинофильма и идти неизвестно куда, где его древняя ремольная, или так там, речё и так далее. Пешком? Пешком. Ну, кто-то на машине, на велосипедах ездили. Это подвижничественный труд был. Ушли в историю первые кинопередвижки, которые путешествовали по городам и сёлам в середине 80-х, был построен кинотеатр «Искра». А ещё через 10 лет в Видном появилась своя телевизионная студия. Позже к Видновской дирекции киносети присоединилась районная газета, образовав своеобразный местный медиахолдинг. В Ленинском городском округе, вот если мне память не изменяет, есть только одно учреждение, которое носит организационно-правовую форму как МАУК. Поэтому люди уже давно привыкли, ну, по крайней мере, те, кто знает, что МАУК, понятно, это Видное ТВ, это кинотеатр. «Искра» – это газета «Видновские вести». Коллектив Видновской дирекции киносети – люди, искренне любящие свою работу. Многие трудятся не один десяток лет, работают семьями, появляются династии. И это отличный пример того, что большое предприятие живёт, направляя свою деятельность на благо жителей Ленинского городского округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Видное ТВ. 35 лет назад произошло событие, кардинально изменившее жизнь города. В самом сердце Видного открылся кинотеатр, который стал центром притяжения горожан и жителей округи. События тех дней до сих пор живы в сердцах тех, кто стоял у истоков «Искры». Тему продолжим в нашем следующем сюжете. Кинотеатр «Искра» – изюминка Ленинского городского округа. Долгие годы он был центром притяжения жителей, которые любили художественные фильмы, искусство и хотели больше знать о мире кино. Владимир Тарасович Безбожный, бывший директор Видновской дирекции киносети, вспоминает, как выбиралось место под строительство кинотеатра. Там были глыбы строительного мусора, и врат весь был заросший тростником, было очень грязно, все так-так. Я подумал, да мы организуем этот пруд, обустроим. Вот будет, например, парад 9 мая, салют какой-то будем делать, воздух стрелять. Вы понимаете, в воздухе такой красивый салют, а в пруду отражаться будет еще краше. «Искра» стала детищем Владимира Степановича Меньшова. Именно с его приходом, наконец, началось строительство кинотеатра. Когда я начал строить, и когда я здесь все облазил, и когда я здесь все промежал с этой линейкой и прочее, ведь когда мне пришлось подписывать процентовки за то, сколько вложили бетона, кирпича и прочее, я-то должен был это все посмотреть где-то, что, чего-то и как. Конечно, вот это когда переживание за это, а потом ведь сколько было разных нюансов. В начале 1985 года строительство кинотеатра было завершено. Первый кинотеатр состоялся 10 апреля. На фильм «Змеелов» пришел полный зал. Этот день стал настоящим праздником для видновчан. Теперь в городе был свой кинотеатр, современный, уютный, большой. В первый год «Искру» посетили 600 тысяч зрителей. Есть такой термин «посещаемость». Так вот, наша посещаемость с 10, с 10 в то время скакнула до 17 сразу. Каждый житель сходил в год 17 раз. Это было еще и время больших артистов на местной сцене. Незабываемыми останутся в памяти наших земляков и гостей района творческие вечера 80-х, проведенные в Искре. Люди тянутся в кинотеатр, потому что здесь всегда их ждут сюрпризы. В этом кинотеатре выступали, по-моему, все ведущие мастера искусства нашей страны. В начале нулевых годов был реконструирован малый зал кинотеатра, в котором установили современное оборудование. Но время продолжало диктовать свои условия. Когда мир начал переходить на цифровые носители, наш кинотеатр вновь потребовал усовершенствования. Благодаря муниципальной администрации кинооборудование было модернизировано. Коллектив кинотеатра небольшой, но многие свою преданность делу выражают годами. Так, для Павла Попова Искра первое и единственное место работы. Сегодня Павел руководит кинотеатром. Уже 35 лет Искра является культурным центром Видного. В последнее время он изменился внешне, но остается прежним его атмосфера, совмещающая разные этапы жизни нашего города. Телеканал Видное ТВ всегда привлекал в свои ряды тех, кто любит малую родину, чтобы в поисках интересных героев рассказывать о том, кем гордится наш муниципалитет, а также о проблемах, которые благодаря телевидению решаются быстрее. 25 лет наши журналисты освещают самые важные и интересные события. О тех, кто начинал Видновское телевидение и тех, кто трудится на нем сейчас, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. «Сынок, иди ужинать!» «Ну, мам, сейчас же самый-самый начинается!» «Наш самый-самый» от балды, «Между нами» и другие передачи. Так начиналось Видное ТВ. За 25 лет телеканал в прямом смысле слова вырос, возмужал и является одним из лучших в регионе. «Видное ТВ» на Братине всегда в гуще событий. Вы настоящая яркая, веселая, дружная команда. Ребята, мы всегда ждем вас на Братине. И не только. «Видное, вы всегда были самой видной командой. Так держать!» Телеканал «Видное ТВ» для одних стал отправной точкой в журналистике, другие пришли сюда с большим багажом знаний и опыта. Но абсолютно каждый отлично помнит свой первый день на видновском телевидении. «Когда это было? Так, это было, это было. Ну и, по-моему, это очень давно было». «Коллектив был уже знаком, конечно, я уже до этого общалась. Но когда ты не знаешь, что тебе делать, это очень волнительно, потому что тебе надо очень многому научиться. И это очень ответственно. Не помню. Все было как в тумане». В 1995 году студия только начинала свои первые шаги. Было непросто, но очень интересно. Учились на ходу, постепенно приобретая опыт и завоевывая любовь зрителей. «Да, мы все начинали сами. Все начинали сами. Ну, во-первых, я вот как бы что-то знал из того, что я занимался на киностудии. Монтаж туда-сюда, что-то такое. Ну и ребята, которых я, молодежь, которую привлек со стороны первым. «И для нас, для всех, кто первые выпуски делал, это все было очень вновь и очень так странно, непонятно. И что делать дальше, было непонятно совсем». Даже сегодня еще не каждая местная телестудия может похвастать тем, что работает в прямом эфире. А «Видное ТВ» еще в середине 90-х начало транслировать все самые большие концерты на 9 мая и в День города. «Теперь ты можешь, спать, с кем захожешь, просьба словами была, любовь, любовь». «Первые прямые эфиры с этих концертов, с включением интервью, с прямыми эфирами, с исполнителями, это тоже было у нас первое. Ну, в общем-то, какое-то творчество опять же. Потом у нас очень много было творческих передач о наших земляках, о каких-то там музыкантах. По-моему, до сих пор она существует, эта передача». Сначала был «Музыкальный привет», а с середины 2000-х стал выходить в прямом эфире «Квартирник» – музыкальная передача, задуманная Олегом Федоровым. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Квартирник». Прямые эфиры делового характера, документальные фильмы. В архиве телеканала огромное множество созданного творческими группами материала. Но главное все же – новости. «Нужно понимать, что работа в новостях – это все равно в том или ином смысле определенный экстрим. Соответственно, я думаю, это у всех у нас немножко такая адреналиновая зависимость». «Интересно выезжать на новые места, знакомиться с новыми людьми, общаться, как-то новые связи какие-то заводить, тем более такой дружный коллектив здесь и расти в профессиональном плане, конечно же». «В любом случае, это творческая работа, вот поэтому это интересно». Главным событием года, несомненно, становится фестиваль телекомпаний «Братина». Каждый раз это незабываемо. А сколько наград мы оттуда привезли. «По моей жизни этот фестиваль прошел достаточно такой глубокой красной линией». 25 лет – время для подведения итогов. Промежуточных, конечно. Ведь многое еще впереди. И «Видное ТВ» ставит перед собой непростые задачи. «Есть у нас поговорка – нет предела совершенства, и никогда не останавливается человечество на достигнутом». «Мы добьемся всего. Были бы деньги». «Да все у нас есть. Дружный коллектив, нормальное оборудование. Работаем». Дмитрий Книга и все-все-все. «Видное ТВ». И несколько слов о погоде. О погоде, как говорится, в доме, под которым мы подразумеваем, кто телеканал «Видное ТВ», кто кинотеатр «Искра», а все вместе – видновскую дирекцию киносети. Впереди нас ждут только солнечные, безоблачные дни. Ну, а если прольется дождик, то грибной. А это к деньгам. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!